МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"С каждым годом в республике становится все больше приверженцев активного досуга и здорового образа жизни. Чтобы развивать массовый спорт, во дворах устанавливают вот такие комплексы. Уличные турники рассчитаны на силовые и простые гимнастические упражнения. Многофункциональные тренажеры выпускают и в столице региона". Спортивные комплексы собирают из множества прочных деталей. Такие турники выдерживают нагрузку от 100 килограммов. Сейчас на предприятии производят более 40 моделей тренажеров для укрепления рук, пресса и даже имитации лыжной ходьбы. В последние годы пользуются спросом снаряды для воркаута. Этим видом спорта увлеклись и чебоксарцы. -"У нас достаточно большой ассортимент тренажерных комплексов. Мы вышли два года назад с рестайлиновыми тренажерами, которые не просто являются спортивными тренажерами, они еще и являются интерьером нашего города, интерьером любой местности. Они у нас идут с регулировкой усилия. Это позволяет людям разных спортивных и физических возможностей заниматься. Кто-то ставит на минимум, кто-то ставит на максимум. Мы готовы подготовить проекты под любую территорию, под любые требования. И вместе с вами организовать досуг наших граждан, наших детей, для того, чтобы в конечном итоге мы получили здорового человека". Спортивные комплексы из Чебоксар поставляют и военным. От Минобороны страны поступают специальные заказы на тренажеры с максимальной нагрузкой. Для солдат оборудуют эспандеры, перекладины, брусья и боксерские игруши. Новые модели турников предприятие представило на полях Международного армейского форума. Главное преимущество – мобильность. Тренажеры можно установить и разобрать за считанные часы. По спецзаказу спортивные комплексы из столицы региона доставили и российским военным на сирийскую базу. Для людей этих благородных профессий, которые защищают Родину, которые защищают нас, мы предлагаем тренажеры, которые могут быть использованы даже людьми под 130 килограмм, которые активно физически занимаются. Поэтому здесь мы тоже нашли свою нишу. И участвуя в выставках, где представлены силовые структуры, мы видим живой интерес к нашей продукции. Спортивные комплексы и тренажеры во дворах – теперь и стандарт комфортной среды городов. Микрорайоны должны быть оборудованы современными детскими площадками. На их выпуске специализируются чебоксарские производители. Детские комплексы должны отвечать принятым стандартам безопасности, чтобы ребенок не получил травму. Даже в составе краски – только натуральные компоненты. Продукцию завода поставляют во многие регионы страны и за рубеж. К примеру, на Западе большим спросом пользуются шведские стенки с массажными ступенями. На сегодняшний день в 35 странах мы закрепились с этими изделиями. Это такие, как, например, от Австралии и до Исландии. И мы не просто останавливаемся на достигнутом, мы внедряемся, мы пытаемся найти особенности. Допустим, в Канаде цокольные этажи, они чуть ниже 2,40, поэтому там мы применяем шведские стенки уже не с 8 ступенями, а с 7. Тем самым мы нашли нишу в этом рынке. И я думаю, что здесь перспективы достаточно серьезные. Это новая ниша для предприятия. Производителей домашних тренажеров в стране можно по пальцам пересчитать. На Чебоксарском заводе сейчас выпускают настенные турники, качели и раскладные маты, габариты которых рассчитывают с учетом особенностей квартир. Спрос на такую продукцию растет. Здесь действительно все продумано, впечатлили. И то я бы, например, с удовольствием, у меня уже появилась мысль, что же я буду дарить своим маленьким племенникам. Их у меня как раз очень много. И я уже сегодня просто убедилась, какой подарок я им преподнесу. Большие перспективы перед производителями открывают национальные проекты. В правительстве региона разработали комплексный план поддержки предприятий. Есть у нас еще такой федеральный проект «Спорт нормы жизни». Каждый регион, каждый субъект Российской Федерации участвует. И наша задача, национальная цель – повысить охват населения, которое занимается здоровым образом жизни. И свете решения задач практически – это обеспечение шаговой доступности и не только спортивных объектов, но и, скажем, таких небольших, мобильных, таких спортивных, малых архитектурных тоже форм. И в том числе в свете реализации тоже еще одного национального проекта в рамках повышения экспортного потенциала мы уже собирались. В рамках реализации постановления 191, которое было принято 23 февраля, которое определяет новую форму государственной поддержки для наших предприятий. Поэтому здесь мы выйдем очень большой потенциал. Будем поддерживать и методологически, потому что мы все решаем одну единственную задачу. И в том числе здесь вопрос, где стоит повышение качества жизни и в том числе жителей нашей республики, и не только жителей нашей республики, но и всей России. На новые модели площадок наносят оригинальные принты. Рисунки меняют облик дворов и развивают воображение детей. Что может быть лучше подвижных игр на воздухе? Практически фон, который позволит не просто показать красоту, но и привлечь ребенка. Потому что он смотрит здесь, там бабочка, здесь медвежонок, и ребенку интересно, и родителям. Но у нас проекты даже еще более интересные. Они несут историческую направленность такую, когда ребенок должен вместе с родителями. Ну, с учетом наших же героев, именно национальных. Совершенно верно. Мультяшных героев только. Можно показать Аллатарию, Чебоксары, Шумер, Люканаш. Чувашскую историю. Да, Геральтику. Которая она очень интересная. Очень много таких направлений. К юбилейным датам на предприятии готовят подарок горожанам. В одном из парков столицы региона установят детскую площадку в национальном стиле. Эскиз уже готов. Редактор субтитров А.Семкин